Стрельба и потасовка. На Лонжероне снова вспыхнули беспорядки из-за возведения оздоровительного комплекса. Активисты наведались документами, которые, по их словам, подтверждают запрет ГАСКО на строительство. Несколько человек задержали. Все подробности знает Валентин Жулинский. Иду на вы. На стройку рядом с дельфинарием НЭМО наведались активисты патриотических организаций. Они принесли увеличенную копию приказа Киевского ГАСКО, согласно которому застройщик обязан остановить работу. Однако на объект их не пустили. На место вызвали полицию. Но решительных действий от стражей порядка общественники не дождались. Одна из групп активистов перелезла через забор. Там они увидели людей спортивного телосложения. На лицах маски, а в руках черенки от лопат. И травматическое оружие, говорит Демьян Ганул. Началась стрельба. «Полиция, что там? Вы стоите, идите проходите». «Они осторожны». «Вони в мой бік, в бік громадской области, где били здесь человек пять, с дубинками и вогнегасником. Ну, в Балаклавах они бегали шучно. И для того, чтобы их чуть-чуть заспокоить и сберегать свое здоровье, я из того, чтобы следовать выставить в полицию». За активистами на объект проследовала и следственно-оперативная группа. Пять человек задержано. Их посадили в машину и отвезли в Приморский райотдел. Еще как минимум трое скрылись. Отмечу, людей в масках стражи порядка на месте не обыскали. «Скажите, почему не был проведен опыт?» «Есть криминальное проваджение. Была стрельба. Обыск проводится только в рамках криминального проваджения, чтобы вы знали». Строители, которые работали на объекте, о людях в масках ничего не знают. Представитель застройщика от комментария также отказался. А вот сами молодые люди утверждают – просто катались на велосипеде, на стройке. «Что вы здесь делали?» «Мы здесь прогуливались». «Я на велосипеде. Пыль просто». Правоохранители также попытались силой задержать одного из активистов. Его хотели посадить в одну машину с так называемыми тетушками, говорят общественники. «Якобы для дачи показаний пытались меня усадить в автобус силовым методом. Я так думаю, что для дачи пояснений силовые методы – это как минимум неправильно и противозаконно. Сейчас я сказал им, что я проеду с их сотрудником вместе в Приморский райотдел». После столкновений в райотдел доставили 9 человек. Среди них Демьян Ганул и Денис Сомов. Оба они стреляли. Их допросили и забрали оружие на время экспертизы. Также задержали около пяти человек, которые во время конфликта находились на стройке. Они скрывали свои лица и не показывали документы. Правоохранители устанавливают их личности. Валентин Жулинский, Диана Федотова, Вячеслав Лаштаба, Владимир Курбатов, Думская ТВ.